Несмотря на поручение президента, только одно муниципальное образование региона отчиталось о выполнении внеплановой проверки газового оборудования в жилищном массиве. Напомним, поручение было отдано после нескольких трагедий в других регионах страны. Взрывы сжиженного газа привели к смерти почти десятка человек. Трагедия чуть было не случилась и в Барышском районе Ульяновской области. Однако человеческих жертв удалось избежать. На сегодняшний день пока только Вишкаймский район доложил, что они приступили к внеочередной проверке, что она выполняется. И очень удивительно, что ряд районов присылает информацию, что у них заключены договора и в рамках этих договоров планируют выполнять работу. Вы что, разве не слышали, что президент, на уровне президента уже этот вопрос обсуждается. И задача была внеплановой проверки. Напомним, проверка жилищного фонда должна завершиться к 15 ноября. По данным Министерства строительства, ЖКК и транспорта, сейчас проверено около 40 процентов домовладений. Что касается ситуации с доставкой льготных газовых баллонов, они, как и было обещано на предыдущем совещании, в регион прибыли. Однако доставить газ до потребителей не получилось. Помешал снегопад. Буквально в выходные первые машины с газом в область уже пришли. Четыре машины у нас сегодня есть. Мы планировали сегодня уже в первые семь районов начать отгрузку баллонного газа, но в связи с погодными условиями, значит, поступила информация, что ГИБДД запретила перевозку газа как опасных веществ в районы. Как только ситуация стабилизируется, либо сегодня ночью, либо завтра, машины с газом уйдут в районы для обеспечения населения баллонным газом по льготной цене. Сложности с поставкой льготного сжиженного газа начались около трех месяцев назад. Несколько отраслевых предприятий приостановили деятельность, в связи с чем рыночная цена баллонного газа увеличилась в два с половиной раза. Тем не менее, Минпрому удалось договориться на получение дополнительных квот, так что до конца года в регион поступит 300 тонн газа, что полностью покроет потребность в этом ресурсе. Андрей Творогов, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.